Приветствую, дамы и господа, добро пожаловать на канал Archpander, где у нас сегодня первый взгляд на игру Last Spell, последнее заклинание. Что-то в последнее время потянуло меня на подобные игры, на рогалики, на индюшки, на игры в раннем доступе, ну и собственно говоря, Last Spell это как раз одна из них. Она в стиме, ранний доступ 0.92 версия, в принципе до единички им осталось не так уж и далеко, и эта игра достаточно сильно похожа на The Arborions. То есть помните, есть такая стратегия по обороне города от полчищ зомби, да, и здесь очень крутая музыка, на это я тоже обращаю ваше внимание. Так вот, в принципе здесь ситуация похожа, нам тоже нужно оборонять город от полчищ всякой нечисти, только здесь у нас не безликие солдатики, а настоящие герои, которые прокачиваются, получают спылы, получают новое снаряжение обмундирования, и все это в пошаговом режиме. Давайте, я один разочек уже посмотрел, ну так потыкался, далеко естественно не прошел, ну там Лейкбург номер 2. Есть Изи Мод, но Изи Мод естественно мы включать не будем, пускай нас убьют, надеюсь я первый заход выживу, но второй заход нас скорее всего убьют. И причем здесь, ну сразу далеко пройти невозможно, здесь есть определенная прокачка с выполнением различных миссий, различных заданий, ваш герой будет становиться сильнее, ваш старт будет становиться сильнее, и вы так потихоньку будете продвигаться. Ну хотя я думаю, что особо рукасты и с первого раза смогут здесь что-то натворить. Здесь игра на английском языке, поэтому, ну не все здесь очевидно, текста очень много, у каждого героя здесь у нас, так где они у нас, вот, каждый герой, кстати герои другие, в прошлый раз у меня другие персонажи были. Здесь чумной доктор, интересно, фермер, интересно, у меня два чумных доктора, серьезно? Ну ладно, окей, вот так вот мне нарандомило, здорово. Так, фермер у нас с ржавым мечом, какая-то броня, что у него здесь, дополнительный физ урон, плюс здоровье, минус магия, минус стрельба, минус додж, ну такой плотненький он у нас, 130% опыта получается. И, соответственно, здоровье, мана, все здесь на месте, плюс перки разные. Так, чумной доктор урон ядом наносит и дополнительное здоровье все восстанавливает он у нас с луком, окей. Ну у нас алкоголик, минус здоровье, минус сопротивление, здорово. Какая-то у него прокачанная кровь и прокачанная, усиленная. Так, дополнительное действие, плюс 5 дальнего боя урона и дождь дополнительный, ну окей. Как я говорил, он у нас с луком и чанда, достаточно симпатичная девушка. Так, тоже она у нас чумной доктор. Это у него болезнь, которая минус 5 сопротивления дает и фокуса, плюс магический урон. Она у нас с чем? Она у нас как раз маг. Ну интересно, чумной доктор маг. Вот, это наш город, нам нужно защищать вот этих ребят, которые колдуют здесь, последнее как раз заклинание. Нужно отбить вот эту волну и, соответственно, потом начнется следующая волна. Есть у нас рабочие. Здесь, насколько я понимаю, прямо сейчас делать ничего нельзя, потом можно будет ремонтировать, восстанавливать, строить и так далее. Здесь особо строить как раз нечего, то есть этим игра отличается от The Arbillions. То есть здесь поселение как таковое огромное отстраивать не надо. Здесь упор именно вот в этих ваших ребят. Давайте мы, кстати, поставим поближе. Так, а ты у нас с чем? Ты у нас, да, с палочкой магической. Это здорово. Ты у нас рукопашник. Кстати, о рукопашниках, да, меч, щит. Вот у тебя лук двуручный. Здесь, соответственно, палочка и тоже щит. Какая-то сильно потрепанная броня. Давайте всех сюда ставим. Я здесь какие-то еще... Ну, ежи, так скажем. Не противотанковые, но противопехотные, по всей видимости. Противозомбические ежи. Так, 533 ТТТ против монстров ночью. Ага, всякие там перманентные усиления. Насколько понимаю, можно будет за эти ресурсы получить. Есть еще золото, материалы, но это нужно для отстройки поселения. И для дальнейшего строительства различных обранительных сооружений. Ладно, давайте начинать. Как видите, из тумана поперла нечисть. Ой, как я близко встал, по всей видимости. Не очень хорошо, меня сразу стукнули. Так, кто ты? Раннер, бегун. 20-25 урона, 70 здоровья. Лавер. 23-28, 100 здоровья. Насколько понимаю, это самые простенькие. Ребятушки, и давайте смотреть, что у нас по перкам. Есть у каждого бойца здоровье броня, есть очки действия, есть мана, есть очки передвижения. И каждый перк, соответственно, требует, допустим, выстрел требует одного очка действия. То же самое пауэршот. Давайте смотреть. Так, сначала рукопашник. Здесь просто удар у нас. Удар сколько урона наносит? 79-90, то есть мы его не убьем. Есть вот такой вот даш. Есть блэйд раш, рыбок интересный. Блэйд раш, допустим, вот так вот делается. Оп. Минус 2 сразу. Это полезно, с одной стороны, и для атаки, и для отступления. Можно с опасной позиции куда-нибудь отойти. Лучник. Как видите, на мощные выстрелы тратится мана. Наверное, не нужно пока тратить ману, пока они все вышли. И так я здесь вот уже немножечко потратил. Потому что у него вот эти атаки по площади, видите, они по небольшой площади накрывают. Лучше это использовать, когда, ну, побольше врагов выйдет, так скажем, из туман войны. Ну, все, и пока отходим. Вот эти всякие руины. Товарищи тоже будут их пытаться уничтожить, но... В принципе, это ничего страшного. С другой стороны, за все эти руины потом можно будет ресурсы получить, если мы сами их разберем. Так, маг. Вот, здесь дамоклый меч. Да, неплохо урон наносит. Так. Ну, да, еще здесь... Видимость тоже учитывается. Если, соответственно, мы не видим противника, то выстрелить по нему не получится. Так, одно... Один экшн-поинт у кого-то остался. Ну, здесь мы уже ничего сделать не... А, нет, броню можем себе настакать. Окей. Поехали. Так, до нас никто... Ага. Стену кучнул. Так, здесь, смотрите, можем опять, конечно, вот так вот рвануться. Немножко маны потратить. Зато убьем троих. Да, красиво. И где-то здесь еще... Где-то здесь количество врагов видел. Ну, ладно. Может быть, со временем моя внимательность ко мне вернется. Хотя вот, может быть, показывается. Сколько врагов. Еще не все вышли, наверное, из тумана. Так, ладно, подходи. Разочек ударь. Отойди и... Броню на себя настакай. Окей. Так, лучник. Есть ли смысл по площади сейчас шарахнуть? Ну, не знаю. Может быть, даже и есть. В принципе, одну туману можно потратить, я думаю. Да. Безлимитная горит. Неограниченная мощь. Ну, ладно, немножко постреляли и отходим. Здоровье между атаками восстанавливается, но не то чтобы сильно. Поэтому здоровье нужно стараться беречь. Так, здесь. Ладно, еще побахаем. И отойдем. Сейчас, конечно, наш милишник страдает. Сейчас больно ему будет. Но хотя не так уж и больно. Броня впитала. Так, здесь у нее есть трансфер. Здесь еще магические стрелы. Магические стрелы это 4 выстрела. Их можно вот так вот распределить между врагами. Слов, ну это тратит 2 маны. Не знаю, насколько, конечно, мана потом восстановит. Ага, вот видите. Не видит он сюда. Поэтому не сможет стрелять. Немножечко выйдем, значит. Вот так вот бахнем. Добил. Одного не добил. Его просто, значит, из лука добьем. Отлично. Здесь, не знаю, есть ли смысл ближе подходить. Может быть, даже нет. А, вот все, появились. Здесь 39 врагов осталось. Просто до этого не показывалось. Они в тумане были. Не могли мы определить, все вышли или нет. Ладно, тебя тоже добьем. Здорово. Ну, как видите, здесь также очки атаки и очки передвижения. Это разные очки. То есть, можно атаковать и потом двигаться. Здесь. Можно, опять же таки, ману потратить. А, здесь не получится. Потому что, видите, точка, где мы должны остановиться, она занята. Можешь, конечно, так порубать. А, можно обычным ударом. Давайте обычными ударами их порежем. И просто отойдем потом. Немножко пробафаем себя. Один экшн-поинт там у кого-то есть. Но это не нужно нам сейчас. Да, здорово. Они никого не атакуют. Теперь. Лучник. Лучник, к слову, есть еще усиленный выстрел. Но усиленный выстрел может промахнуться. То есть, урона больше, но... Противник может задоджить эту атаку. Ну и дальностью усиленного выстрела поменьше. Этих я обычно выстрелом убиваю. Можно было безусиленно. Ну и количество, соответственно, вот этих пилов, скиллов, оно ограничено на один ход. Не только очками действия, но, как видите, трансфер, лед. Допустим, магический стрел только два раза за ход можно использовать. В принципе, логично. Так, ты давай сюда. Бьем. Еще разочек. Так, это кто? Это лавер. Окей. Вот как-то так. Умри или орет. Здесь мы прыгнуть не сможем, к сожалению, потому что, повторюсь, точка выхода другая. С другой стороны... Можно, знаете, что сделать? А может, мы его убьем? Да, давайте вот так сделаем. Теперь, смотрите, можно вот так вот нам пролететь. Ага, только один негодяй вернулся. И отойдем тогда. Здесь. Ману потратим, две единички. Но я надеюсь, что достаточно много у него мана восстанавливается. Все-таки она же маг. Можно через стену перепрыгнуть. Но нет, через стену прыгать нам не надо. Ай-яй-яй, сейчас опять милишник урон получит. Вот этого надо убить. Его надо убить. Ай-яй-яй-яй, мы его еще и не видим. Отсюда будем видеть? Да, здорово, отсюда видим. Иначе он здесь, не знаю, что это магазинчик какой-то, начнет ломать. Ах, черт, больше ничего не видим. А стрелы? Да, тоже не видим. Это плохо. Так, плюс два очка, перемещение. Ладно. Так, лучник. Может быть у тебя тоже как-нибудь попробуем ману потратить? Дождь стрел вот у него есть. Причем видите, она автоматно подстраивается, так чтобы больше урон нанести. Способность. Да, пачку вынесли. Здесь. Бей. Здесь, кстати, просто удар с кулака. Можем вот так вот сжахнуть. Дальше. Нет, блейд раш, наверное, не надо тратить. Это была моя ошибка, когда я первый раз попробовал поиграть в эту игру, потратил вот этим сильно много маны. И на второй заход у меня уже банально не хватило. Чтобы хорошо противникам. Ну, это у нас очки действия у мага остались. Ай, больно. А, конечно, милишник у нас сильно пострадал. Здесь. Нет, я, наверное, неправильно делаю. Я хотел как-то сюда влететь. Надеюсь, он так много урон получит. Но мне совсем не хочется. Черт, я их не вижу. Стены. Слушай, эти стены. Так, ладно. Выйти тогда из-за скалы. Не из-за скалы, в смысле, из-за заборчика. Здорово. Бахнули. Мана какая-нибудь какая еще осталась. Из лука. Что, давайте вот эту вот овощи добьем и отойдем. У тебя что? Тебя что? Можно, конечно, вот отсюда рвануть. Вот так. Да. И просто отойти вот сюда, чтобы никакого урона не получить. 8 неприятелей осталось. Стенки сейчас они будут бить. Ну ладно, это, в принципе, не особо страшно. Так. Лучник. Его добей. Здесь. У вас нет уклонения? Да вроде бы нет. А сколько у здоровья? 100. Но с обычного выстрела... С обычного я не убиваю. А поэтому далеко. Отлично. А здесь из лука сможем убить? Черт, не сможем. Ладно, иди сюда тогда. Пятеро их осталось. Пойдем. Сейчас, конечно, еще стеночку нам ударят. Здесь просто пробуем добить. Четверо осталось. Этого не видим. Этого видим. А ты чего не выстрелила? Давай, еще разочек бахнем. Супер. Трое осталось. Конец хода. Да. Милишник у нас сильно пострадал. Во всем остальном вроде бы неплохо. Ну и стенки вот этих страдали. Стенки эти, конечно, не сказать, что бы сильно нужны. Но, тем не менее, как видите, они какую-никакую преграду создают для этой нечисти. Тратят они свое время на то, чтобы их побить. Готов. Иди ты его добей. Все. Да, мы сделали это, говорит наш боец. И действительно мы это сделали. Здесь еще и оценка выставляется. Вот мы сейчас на А. Это хорошо. Теряли 64 хп. То есть это, по всей видимости, немного. Ну, на С, наверное, вообще без урона стоило пройти. Но у меня не получилось. Ладно, здесь. Ух, ничего себе. Ух, ничего себе. На С защитили город. Это здорово. Это прям хорошо. Но на С, потому что у нас вот эти стены пострадали. Но ни одно здание внутри города не пострадало. Нам дали 100 золота, 100 материалов и награду какую-то. Солл харвест, битен ап, стронг моментум, айрон клад. На этом какие-то задания, да, выполнили? Ну, по всей видимости, да. 1266 у нас. Это материала. Ну, окей. На А. Ага, с этой же стороны пойдет враг. Так, здесь что мы можем сделать? Ну, если убьют, то как бы все. Но если не убьют, в смысле, если сломают это здание, то на этом все закончится. Давайте на героев наших посмотрим. Их можно прокачивать. На выбор дается несколько перков. Во-первых, первый атрибут выполняем. Но это дистанционный урон. Ну, на 8% он вырастет. Можно здоровья побольше. Можно маны побольше. Можно физический урон. Ну, давайте обычный дистанционный урон мы повысим. Все-таки лучник. Так, урон ядом. Так, добавляет урон ядом атакам и... Ядом. Изолеет, отмодифицирует бонусу. Дополнительный урон. Изолеет этот скилл. Но он у нас не так. Ну, этот самый чумной доктор. Давайте, наверное, вот им еще повысим. Урон ядом. Мне сейчас сказать, не знаю, будет ли урон ядом прибавляться сюда, вот к обычной атаке. Но, наверное, нет. Видим, какие другие перки. И вот мы сейчас еще можем выбрать перк. Фаталити. Разблокирует фат... Ну, фаталити, так скажем. Который позволяет казнить любого врага, у которого меньше здоровья. В рукопашном бою просто можно подойти и зарубить. Можно сделать, чтобы он больше опыта получал. Броня больше регена. Плюс 2 шанс крита. Усиление панча. То есть вот этой атаки ближнего боя. Еще можно урон ядомом повысить. 5 процентов шанс восстановить одно движение. Вот это так. Плюс 10. Ах, стыдия им. 1 скилл рейндж. Плюс 1 скилл рейндж это круто, кстати. Надо брать. Для него это прям хорошо. Ну, как видите, здесь уйма просто всяких перков. Это здорово. Так, у мага нашего что? У мага нашего здоровья можно поднять броню, поднять физический урон, дистанционный урон. И рячики передвижения. Можно брони на самом деле взять. Давайте брони возьму. Так, восстановление маны. С 2 до 4. Опыт. Ага. Или плюс 8 процентов для всех атак. Это интересно. Давайте я восстановлю маны побольше. Что-то плюс 4. И что по перкам. А может быть тоже скилл рейндж. Дальность использования скиллов это круто. Да, давайте я его так вот возьму. И наш рукопашник. Тебе что? Дождь 15 процентов. Вот это здорово, кстати. Или дополнительная броня. Слушайте, броня 25. Это тоже мощно. Да, я ему броню возьму. То есть у него было 10. Сейчас, грубо говоря, останет 35 брони. Каждый ход она будет восстанавливаться. То есть 35 урона он будет постоянно впитывать. Это здорово. Так, мана реген. С 3 до 7. А зачем манат вообще? Оно для рывков, она ему нужна. Ну это здорово. Можно восстановление здоровья побольше сделать. Из всех источников. Можно ежедневное восстановление здоровья плюс 8. Даже не знаю. Точность повысить ему. А, реролл еще можно сделать. Вот что. Давайте попробуем. Ага. А почему меньше стало? Ну ладно. Так, перки. Но здесь уже, как бы, я, наверное, не возьму вот этот. Плюс скилл рейндж. Восстановление здоровья. Не здоровье, то есть действие. Атака. Мастер крита. Вот это, наверное, надо взять. Да, давайте так. Ага. Здесь что мы можем сделать? Я понимаю, ну, да, можно. А я сейчас могу это купить. 99, у меня 1265, почему я не могу это купить? Или я что-то не понимаю сейчас? Я, по всей видимости, что-то не понимаю. Дает молоток, дает арбалет и том, тайный том. Куча здесь всего. 1265, но могу ничего сделать. У тебя что? А это, кажется, нам задание различное дает. Ну да. Здесь ничего не выполнили еще. Но почему я вот это не могу купить? Я, честно говоря, не знаю. 199, у меня 1265. Что не так? Не знаю. Так. Найтр и вард. Что у нас тут? Это что? Эпический шлем. Магическое оружие, редкое. И плюс 40 здоровья. А это что-то одно надо выбрать? Да, это что-то одно. Ну, слушай, тогда эпический. Эпический шлем, это круто. Так, тогда... То, что красным выделено, это же не штраф. Так, плюс 20 здоровья. Ну да, плюс 40 здоровья он прибавляет. Ничего себе. Жалко, только не регенит ничего. Плюс восстановление манной. Плюс critical power. То есть критический урон повышается. Еще плюс здоровья. Ну ладно. Так. Можем новые структуры построить. колодец маны или замок для восстановления здоровья, я так понимаю. Василий, восстановление здоровья. Сделаем. Если одного рабочего отправить, то восстанавливает здоровье. Ага, но это надо делать. Хотя вот разочек. Может даже еще разочек. Да, давайте полностью установим. Здесь можем теперь улучшить, чтобы не 75, а 125 восстанавливало. И так разблокирует опилку бесплатно. Одно использование вот в продуктивной фазе. Плюс 40. За 25 монет. Нет, пока не надо. Так, магазин, кстати, есть. Магазин. Всякие штуки здесь можно купить, прикупить. Это свитки какие-то. И всякие мечи, луки. За 29. Мне, в принципе, денег пока хватает. Еще два рабочих, он осталось. Но рабочих маловато. Так, а что мы можем еще сделать? Это у нас дом. Можно улучшить и получить еще одного рабочего. Здесь можно руины убрать, чтобы получить либо золото, либо... Давайте золото получим. Нет, что? Это дом, чтобы еще одного рабочего. Можно проапгрейдить. Но это на будущее вклад такой. Давайте я это сделаю. Да. Так. Доступно строить... А, что? Далить можно эти руины. Давайте, опять-таки, на золото. Постройте оборону. Да, можно построить здесь вот всякие баррикады. Я, наверное, даже построю. Может, даже стены построить. А их нельзя. Их вот сюда. А тебя починить можно? Нет. Тебя можно только сломать. Можно только сломать. Да, а рыцарь, кстати, у нас изменился. Вот, ну, у шапочки. Проблема только в том, что... Ну, будем мы за стенами. Ну, маги, конечно, могут у нас покидать. Но за стенами-то мы ничего не видим. Видите? Как бы это не активно. А так активно. То есть, стены, они нам мешают. Давайте. Ух ты, а ты куда ушла-то, подруга? Не-не-не, вернись. Вернись, тебе говорят. Давайте мы баррикад наставим. Пускай они их бьют. Со стенами потом разберемся. Нужно ли их ставить или нет. Хорошему нужны, конечно, но наших бойцов же на стены не поставишь. То есть, нужно как-то между ними мансить. Так, нет, золота у нас уже нет. Это новая структура и золота уже нет. Вот, визит каракула. Я не совсем понимаю, почему я не могу купить. Понимаю. Понимаю, почему я не могу купить. Потому что протащить надо. Так, здесь еще что? Action Points. Разблокировать героя. Плюс один Action Points. А это что такое? Armormaker, Building, Crafting, Zone Defensive, Gear for your heroes. Armormaker. Можно Armormaker построить. Оружейника. Бронника. Или Action Points. Давайте Action Points. А мне хватит? А мне не хватит. А можно назад? Нет, нельзя назад. Так, ладно. Но, тем не менее, у меня вроде как должен там новое оружие появиться. Правильно? А, или это в магазине оно появилось. Что мне дали за эту ману? Немножко не понимаю. Что-то я там прокачал, но... Здесь же должно было появиться или не здесь. Или после того, как мы следующий заход выиграем. Но следующий заход мы, конечно, вряд ли выиграем. Но давайте попробуем. В любом случае. Давайте где-нибудь здесь пока выстроимся. Я может даже поближе встать. Потом, если что, отойдем. Размещение. Ну, что поделать. Сейчас разместимся. Не знаю, может я просто разблокировал там, что молот, все дела. Пошли враги. Да, враги 10... Ой, я слишком далеко, наверное, поставил. Я, наверное, слишком далеко поставил стены. Как видите... Я сюда даже целиться не могу. Или могу? Нет, не могу. Черт возьми. Как же так? Окей. Просто так весь камень потратил. На тебя молодец, конечно. Ладно, убиваем тебя. Ну и тебя. Хорошо. Немножко отойдем. Ты кого-нибудь видишь? Никого не видит, отходи к стене. Тоже маленько отойди. Ну и... Вот так вот пока. Конец хода. Окей. Ох, сколько их. Сколько их выбежало. Ладно. Так, ты, груши, щемча 59 брони, кстати. Можно и как-нибудь рывок сейчас попробовать поиспользовать. Можно вот так вот жарить. Так. И вот так еще. 67, 61 остались. Окей. И отходить тебе надо. Ты. Давай тоже немножко ману потратим. Так. Какой-то верткий был, негодяй. Я, наверное, вот сюда отойду. Здесь вот прикрыть надо. Отставай сейчас. Бодро сюда побегут. Лучник может быть даже сюда пока. Пехотинец. Ты сможешь отойти отсюда? В принципе, два очка действия еще. Уклонился серьезно. Ладно, отойди. Но у него 59 брони. Я, конечно, не знаю, сколько у вас атаки. Пару ударов он выдержит. Без потери здоровья совсем. Ох, сколько их там. А он еще уклонился. Он вообще все впитал. Ай, вот эта подруга не впитала. Ладно. Так, давай. Ага. Слишком близко. Или не, знаете что? Не буду я ману жалеть. Пока те, что сделал. Я что-то не то сделал. В прошлый раз я так ману пожалел. И, в принципе, это задание не прошел. Не в смысле задание, а этот этап. Поэтому, наверное, сейчас не буду я особо экономить. Ну, не пройдем. А дальше убьют нас. И ладно. Он еще и задоджил. Собака. Ладно. Но по площади сейчас мы пока тратить не будем. Подойдут. И тогда вжарим по ним. А ты сюда, в центр отходи. Так, рукопашник. Через дашь. Можно сюда вот выскочить. Ай-яй-яй-яй-яй. А если вот так сделать нам? Так. Он еще и выжил один. Ничего себе. Один-то еще и выжил. Готов. И как-нибудь, знаете что? Давайте, наверное, вот сюда отойду. Осталось всего 48. Ничего себе всего. Это очень много. Ай-яй-яй. Больно как. Ну, к слову, если убьют вашего героя, то его совсем убьют. Начали город не ломать. Негодяи. Че, не убиваем сына у удара? Так. Давай, наверное, сюда отойдем. И пришла пора лупить по площади. Давай сюда. Аман заканчивается. Их 42 осталось. Так, рукопашник. Рукопашник как-нибудь и так вот может влететь. Но ты эти товарищи уже слишком близко. Прям мега близко они. Если сюда влечу, то рукопашник сильно пострадает. Хотя броня может сработает. Ладно, отойди. Так. Есть мы уже не сможем. Хотя подождите, я вот так сейчас могу пролететь. Еще двоих убьем. Отлично. 39 врагов осталось. Так, ты можешь еще отойти. Ну, отходи. Будешь магов наших прикрывать. Так, у тебя, кстати, еще заклинания остались. Два удара у тебя. Так, его ты не... А, нет, видит. Отлично. Ну, тогда его убей. Супер. Один герой может двигаться. Ну, ты давай двигайся. Так, переживаем мы за рукопашника или нет? Вроде бы нет. Он все танковал. Ай, там, конечно, город бьют уже. Это плохо. Но ничего я, кстати, не могу поделать. В лучшем случае мы эту атаку переживем. Но в худшем, соответственно, не переживем. Все честно. Так, ты... Давай сюда. И вот так надо влететь. Супер. И как бы еще влететь. Можно даже вот сюда. Да. Немножечко зачистим. Защитим все эти городские постройки. Здесь по площади. Вот сюда, наверное. Да. И потом еще одну по площади. Трачу я ману, но выбора особо нет. Тут или мана, или... Один герой не двигался. Нет, маг пускай стоит. Ай-яй-яй. Больно-то как. Так, ты... Можно отсюда, кстати, вот так вот пролететь сюда. Давайте, наверное, так и сделаем. Правда, двоих только убьем. Ну... Хотя бы так. И одного просто... Так, зарежем. Хотя нет, еще двоих зарежем. Хотя это, скорее всего... Да, не добьем. Маг, добьешь? Ммм, не видит. Ладно, маг, давайте этих... Они бронированы, эти негодяи, кстати. Да, броня 105. 50 здоровья, но... Брони 105. Возможно, здесь есть... Что-то легко пробивающую броню, Но я, к сожалению, об этом не знаю. Отсюда видишь? Да черт ты бери, почему-то не видишь. Ближе уже опасно. Ладно, сюда встань. Значит, вот этого добей. Так, лучник. Вжарь сюда. Я бронированный тип. А с усиленным выстрелом ты его добьешь? Да, супер. Отойди, значит. Ну, в этот заход горд, конечно, У нас уже сильно пострадал. Ой-ой-ой, а здесь-то кто? А вот этот, что ли, бьет? Ничего себе, он же до магов добрался. Умерзавец. Нет, магов нельзя трогать, и чего? Готово. Так, здесь. Просто с кулака вырубим. Айнен, сюда. Так, вырубя. Ну, не знаю, не буду я надеть больше никуда прыгать. Просто так, ну, укрепление встань. Учник, еще три выстрела. Давай, ух ты, это крит, кажется, прилетел. Да, убили одного бронированного. У бронированного. В этом, ну, нет, ну, смысла не было у него стрелять. У него же броня сейчас отрегенерируешь, насколько понимаю. Хотя магом добьем. Ничего у него не отрегенерирует. А я слишком далеко. Не в того, сюда. Хоть за тот же, вот негодяй. Да, конец хода. Ну, здесь все впитаем, да. Стены рушат наши. У стены это не страшно. Ага, вот тут что-то сломали, серьезное. Это неприятно. В диагонали бить, к сожалению, не умеем. Ну, хотя бы так. Неплохо подчистили. Так, лучник. Отсюда откуда-нибудь постреляем. Вот в этих типов. Один. Два. Усиленный. Хорошо. Хорошо. Так, маг-чародей. Маг-чародей. Давай. Дамоклов меч. Пойтал убить. Да, хватит. Еще один выстрел. Кого-нибудь не бронированного. А нет, уже не достаем. Ладно, бронированного в ударь. В принципе, не критично. Броня только вся восстанавливается. Так. Готов. Интересно, за удар в спину есть какой-то бонус? Ладно, добиваем эту нечисть. Ну ладно. Вторую волну пережили. Для меня это уже маленький, но успех. Черта не видим. Что ты будешь делать? Да, это последняя троица. Имеет ли смысл сюда? Нет, не имеет смысла. Здесь мы ничего не видим. Окей. Они на стену продолжат бить. Да. Давай, значит, лучник, сзади заходи. И бахай. Бабах. Ну, может быть и есть крит в спину. Вроде бы два крита прилетело. Ну, посмотрим, что сейчас за оценка. Сейчас оценка вряд ли будет хорошей. С. Ничего себе. Ладно, за героев С мы аж получили. А вот за город, наверное, все плохо. Да, за город Д всего лишь. Город сильно нам потрепали. Но мы ценой города... Б. Ага, за выполнение вот этих всяких заданий. Окей. Опять отсюда будут. С двух сторон. Вот это интересно. Так, ладно, здесь у нас что? Добро пожаловать. Ну, не знаю, наверное, она что-то очень интересное рассказывает. Но нам, к сожалению, не до этого. Так. Action points мы разблокируем. ArmorMaker тоже разблокируем. Магический сет. Stack set. Stack helm, stack armor, stack griffes. Нет, подожди. Вот сюда. Здесь у нас что? Здесь у нас... Так, рыцарский щит. Паладинский щит. Окей. Пистол варпа. Окей. Только мне не совсем понятно, где-то снаряжение появляется. Оно у нас появляется или нет? Здесь мы, конечно, повысились. Не могу сказать. Может, в покупках где-то? Нет, это билд, покупки. Свант. Можно посмотреть, что у кого. Ити стэш. Ничего здесь нету. Можно второй сет, так сказать, выбрать. Ну ладно. Давайте посмотрим, что за характеристики здесь. Дистанционный урон не надо. Критический урон. Додж. Додж вот хорошо. Давайте мы возьмем. Кроме брони, пускай еще и уворачивается. Так. Восстановление здоровья плюс 8. Больше урона. Ну в том плане, что меньше уклоняться противник будет, насколько я понимаю. Давайте. Подождите, гениус. А, ну да, плюс дополнительный опыт у него идет. Перки. Так. Разблокирует. Марк, ну, дебаф. Ага. Меньше противнику клоняться. Так, здесь шанс стана. Сол рипер. Вот эту эссенцию после убийства получаем. Так. В рукопашную враг отравляется. Неплохо. Бафать себя можно. Если рядом с стенкой, плюс 60 брони. Вот это интересно на самом деле. Можно попробовать. Так, ты. У тебя что? Плюс здоровье. Плюс магический урон, кстати. Давайте возьмем магический урон. Здесь уклонение. Давайте уклонение. Здесь. Так, так, так. Плюс 50. Угу. Ну, на ближнем бою у нас не атакует. Шанс стана. Ну, не знаю. Распространяется ли стан на... Вот эти магические атаки. Ну, давайте попробуем. Здесь что? Магический урон, здоровье, броня. Блок. Входящий урон на 8 единиц, блоки, меньше. Давайте броню возьмем. Как бы каждый ход это будет регенерироваться. Так, восстановление маны в день. Больше опыта. Сильнее крит. Эти маны в день, пускай, он больше восстанавливает. И здесь. Вот, конечно, вот это неплохо, когда атакует ближний бою. Но он же ближний бою у нас не атакует. Это надо брать вот этот. Панч, чтобы он сильнее был и, соответственно, отравлял. Ну, это, наверное, против босса каких-нибудь. Даже не знаю. Давайте тоже стан возьмем ему. Посмотрим. Перков на самом деле огромное количество. Магазин. Такое восстановление здоровья, восстановление маны, различное оружие, броня. Но золота у нас не так много, к слову. Что еще здесь мы можем сделать? Можем защиту построить. Можем, вот, к слову, подхилить. Еще можем за счет того, что вот это здание улучшили. Ну, не знаю. Вы, ребята, вы никак не щелкаетесь. Здесь апгрейд на дополнительного рабочего. Ракул. Вот это на самом деле достаточно интересно. Как мне это сделать? Разблокировано. Армормейкер. Разблокировано. Или вообще, это в старте. Когда будем стартовать, с этим будем стартовать. С молотом, там, с арбалетом, с томом. Не с той вот этой ерундой, с которой мы сейчас стартуем, а с чем-то другим. Может быть. Давайте еще, знаете, что посмотрим. Появилось ли здание. Ну, к слову, да. Вот, армормейкер появился. Создает защитные айтемы. Да, с рабочими все нормально. Можно еще вот ману построить. Колодец. И за счет этого ману это самовосстанавливать. Тратя рабочих на это. Если здоровье. Оп. Тоже бесплатные действия. За счет того, что мы это улучшили. Просто один рабочий тратится. Ну, ладно, ребят. Вот такая вот игра. Игра достаточно залипушная. Интересная. Не знаю. Что-то в последнее время везет мне на инди-игры. Да, конечно. А, вот видите, у него 60 брони. У него 119 брони, если он рядом за зданием стоит. Вот здесь нет. А если вот здесь. Да, тоже плюс 60 брони. Просто ставить его рядом с домиком. Но со стеной и все его. Ну, не то, что не убить. 119, конечно, все пробивается. Если его со всех сторон ударят. Но, тем не менее, 119 брони это очень круто. Так вот. Везет мне в последнее время на такие вот инди-игры. Они достаточно интересные. Достаточно приятно в это все играть. Несмотря на то, что я небольшой любитель такой вот пиксельной графики. Но, не знаю. Вкусы, видимо, мои меняются. В общем, судите сами. Но игрушка мне понравилась. Она сейчас в раннем доступе. Я думаю, что со временем станет для сей больше. Больше всего станет со временем. Я в этом уверен. Ну, как уверен. Я на это надеюсь. Единственное, опять же таки, что меня немного останавливает. Это вот отсутствие, опять же таки, русской, российской. В общем, русского языка здесь явно не хватает. Потому что очень много разных аспектов. И пока сам до всего додумаешься. Сам до всего дойдешь. Ну, можно, так сказать, много партий слить. Пока во всем этом не разберешься. Все-таки хорошее обучение. Хороший русский язык здесь явно будет не лишним. Я очень сильно надеюсь, что разработчики об этом позаботятся. И все станет здесь более-менее понятным. Ну, да ладно. В любом случае, спасибо всем, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое спасибо и всем пока.